Привет! Мы продолжаем свое путешествие по планете героев. И сегодня пришла очередь московского Спартака и защитника, и, между прочим, серебряного призера Олимпийских игр в Пекине, Александра Никишина. Вперед! Саша, давай поговорим про твою экипировку для начала. Давай с коньков начнем. Что у тебя там есть необычного в них? Коньки тру. Размеры, я так понимаю? Да, в принципе, стандарт 10,5. Я думаю, не такой большой для моего роста. Вес. Наверное, вот что необычное для них. Это легко или тяжело? Ну, тяжелые считаются тру. Вот, еще лезвие. Я степ до этого ставил, как бы, не знаю, они облегченные какие-то, ну, необычные. А сейчас от Бауэра поставил стакан другой. А так, в принципе... Почему ты постоянно стараешься модернизировать их? Ну, как привык. Раньше играл все на Бауэрах, и старшие играют на ту. Вот, поэтому я, как бы, и поставил так же. И вот на протяжении двух лет играю в тру. У тебя по твоей стопе сделан сам ботинок? Да, по скану стопы, вообще вокруг ноги. У меня, ну, операция была на ногу, и у меня шишки тут. И поэтому у меня здесь выемка большая, и поэтому комфорт у них. Расскажи, как ты точишь коньки, профиль? Ну, площадка у меня 3,9. Это вот прям с детства еще дядя у меня в хоккей подыгрывает, и он мне сказал, сделай 3,9. И так у меня пошло-поехало. И постепенно с увеличением моего веса я начал немного повышать свой желоб. Желоб – это, так сказать, острота лезвия. Вот. Какой у тебя еще? У меня сейчас, ну, 19-20 вот так. Саша, я хочу тебя попросить рассказать о том, как ты действуешь в большинстве. Часто приходилось видеть, что ты играешь вот здесь, на вершине. Это вот твоя излюбленная позиция, что называется, или ты можешь где-то еще играть? Расскажи про это. Ну, я люблю здесь поиграть, но в этом сезоне у меня было различное движение по разным точкам. И играл на пятаке, и на верхнем пятаке. Но чаще всего, конечно, закрывал рутаря, потому что чаще всего были недовольны моей игрой на синей линии. Вот. Сейчас вроде доверили на синей линии поиграть. Ты еще играл на дальнем пятаке, правильно понимаю? Тут в чем отличие? Там вообще это, наверное, самая сложная работа. Нужно под всех как-то подоткрыться, там, помочь им. Если игрок с твоей командой спиной к тебе, то ты должен ему подкрикнуть, чтобы он тебя, может, сбросил, и вы отыгрались. Но это мало игроков, которые умеют очень хорошо действовать. Ну, очень сложная работа. Я правильно понимаю, что это такого своего рода плеймейкер? Ну да, да. Хоть вообще подо все он и бросить может, и отдать. То есть ему подо всех надо открыться. Вовремя даже подставить клюшку, когда, например, защитник бросает, он может подставить. Он везде играет, можно сказать. Ты достаточно молодой парень, играешь в большинстве, на вершине, есть ревность у партнеров. Тебе что-нибудь говорят вообще, что ты делаешь не так? Более опытные партнеры тебе пихают за что-то? Мне пихают, если шайбы я потерял. Говорят, иди на пятак, закрывай. Я иду с опущенной головой закрывать уже. Я расстроен, и думаю, ладно, бросайте. Еще важная тема клюшки. Я видел, что ты приготовил, а они у тебя две разные. Расскажи про них, чем ты играешь, чем собираешься. Два сезона играл в ТСМ, и на протяжении этого сезона. Когда ФТ-3 вышла, и мне дали попробовать, мне сразу понравилось. И я вот в Т-4, мне тоже нравится. И сейчас у них мало осталось, и заказал все Бауэр. Но самая фишка в том, что в Т-4 и в Т-3 я заказал 93 флекса. Таких не бывает? Вообще не бывает. Потому что я когда общался с человеком, он мне говорит, ну какой флекс будешь? Я говорю, ну мне что-то нравится, 95, 100. Он говорит, слушай, а что будем как все? Давай, может, какой-то необычный. Я говорю, например. Он говорит, ну давай там 91 какой-нибудь. Я говорю, ну нет. С половиной. Да, я говорю, давай 93, потому что я пилю. Давай, чтобы 98 было там плюс минус. И я себе сделал, и вообще закруглю. Есть разница вообще, вот, например, 90 и 93. Ты чувствуешь вот эти три флекса? Ну, пусть будет, да. Пусть будет, да. Я сделал круглый еще, вот, грипп определенный, потому что я как-то видел, Венхайл там, ну, бросалось в глаза, и я решил попробовать. В общем, понравилось. И она такая необычная у меня, самая, наверное, необычная клюшка, которая у меня была. Про другую клюшку, скажем. Вот, это было. На смену F54 пришел, да? Да, Hyperlite. Не знаю, какого они стандартные цвета. Я взял красный. Не так нравится, как CM, но тоже неплохая клюшка. Но это 95 уже. Чуть-чуть не то. Уже не то? Да, я это чуть-чуть жестко чувствую. Всегда у тебя белая лента? Нет, это если плохой матч, и вообще там что-то не пошло, я меняю на черный широкое, там на узкое, все подряд меняю. Помогало какой-то раз? Помогало, да. Да, вот матч последний не пошел, с СССР не пошел, на полкрюка был, я взял Бауэр на полный крюк. Вот про вот эту часть расскажи, как ты мотаешь? С этим вообще история. Я когда по школе играл с Матвеем Гуськовым, ну там ему отец клюшки притаскивал, лицарь Гуськов. И когда только Тру первая вышла, из КХЛ достали, и я купил у Матвея эту клюшку, и вот такая обмотка была. Это лет 10 назад. И я вот на протяжении... Ты его папу мотал? Нет, я думаю, нет. Он какую-то короткую клюшку нашел, ну может, у своего наклубника, и вот я прям с тех времен именно вот эту мотаю. Раз ты заговорил про то, как ты закрываешь вратаря, в общем, что тебя сюда часто отправляют из-за твоих габаритов, расскажи, как это правильно делать. Вообще, по началу сезона я не понимал, как здесь играть, потому что давно не играл. Я здесь бегал за вратарем, то есть вообще не понял. Мне сказали просто, стой, вот, и жди шайбу. Просто по шайбе двигайся спокойно, и все. То есть ты ориентируешься на шайбу, ты на вратаря вообще не смотришь? Ну, периодически, к примеру, вот если здесь будет игрок стоять, я вот встану на ближнюю штангу и буду стараться, чтобы он через дальнюю смотрел. Через дальнюю сторону. Чтобы, типа, если что, ты отошел и... Да, и отошел, он бросил. То есть вратарю тяжело, он не видит момент броска. Но тоже мне об этом говорить, есть люди, которые реально намного лучше меня закрывают. Вот у нас в команде Слава Сладухима, к примеру, там, ну, очень долгое время играет, и он очень хорошо закрывает, и знает, и спрашивает, вот если ты бросаешь сходу, спрашивает, в какую сторону мне отходить. Ну, заранее предупреждает. Я, к примеру, куда бросишь, куда бросишь, пойдешь, меня больно там, знаешь. То есть ты терпишь пока, да? Ну, что, конечно, у меня были моменты, когда в голову два раза мне попали, сейчас у меня немного такой страх появился, что на тренировке, что на игре. Поэтому, как бы, это страшное такое дело. Расскажи, что еще есть у тебя необычного? Я увидел твои щитки, им лет больше, чем тебе. Да, они сто процентов старше меня, но это именно по выпуску. А так они достаточно новые, год четыре, наверное, и максимум. Это дядя где-то у меня достал их, я не знаю, и дал, говорит, на попробу, они легенькие, хорошие, и я вот в них играю, нравится. Почему ты играешь в старые модели, сейчас же наверняка есть какие-то там, и даже легче, не знаю, современнее? Я, честно, вообще не увлекаюсь формой, что новые, старые, я медали, я привык, все, я могу играть долго. То есть в целом, если они у тебя рваться не будут, то ты готов завершить ее карьеру? Да, да, у меня вообще без разницы, и здесь нет лямок, чтобы они держались, я, к примеру, на скотч самотаю, то есть мне, в принципе, все равно. А, то есть ты даже не закрепляешь их, просто прям приматываешь к ноге, что ли? Да, я, к примеру, закинул их на ногу и скотчами намотал, и все. Пришло время для челленджа. Говорят, что для защитника катание еще более важно, чем для нападающего. Сейчас мы узнаем, насколько Саша в этом плане хорош и быстро, самое главное. Побежим от этой лицевой линии до, соответственно, другой лицевой линии, но Саша побежит спиной вперед, я побегу лицом вперед. Давай попробуем. Так, ты готов? Спиной вперед. На старт. Внимание, марш! Стоять! С ним невозможно состязаться. Я проиграл, что делать? Круг ползешь вокруг ворот на четвереньках и говорит, что московский «Спартак» лучшая команда. Хорошо. Давай. Давай. Московский «Спартак»! Погромче, погромче. Самый лучший клуб континентальной хоккейной лиги. А Александр Никишин такой себе защитник, если что. Красава. Вот реалитет у меня. Вот. Вот это вообще у меня. Олимпийские. Олимпийские? Почему ты в таких? В таких? Да, старых и таких. Ну, я говорю, мне как бы вообще, я не, ну, без разницы, старые, новые, и больше говорили, поменяй, это позор, а я что-то брал новые, они как-то не размятые, я думаю, ладно, уже в сезоне, я думаю, не буду привыкать, я играл в этих. И я уже на Олимпиаду в них поехал. То есть у тебя там были одни, что ли? Ну, запасные были, но они новые были, вот это они как раз, я в них сейчас уже играю. И я что-то привыкать не стал, и думаю, ладно, не доиграл. А они у тебя уже здесь перешиты, да? Или заплатки? Здесь они, наверное, четыре слоя уже. Легендарные. Да. Можно на аукцион всты поставлять, понимаешь, об этом? Сто процентов. Пришло время для традиционного конкурса, мы разыгрываем вот оригинальную джерси московского «Спартака», причем с ретро-матча. Задача очень простая. Александр Никишин, когда забросил свой первый гол, я напомню, это было в матче с Кунилунем, тренером тогда был Олег Знарок, очень ярко отпраздновал этот самый гол. Саш, покажи, как ты отпраздновал его. Я когда забил, гол еще получился не сверхкрасивый, просто такой наброс, и на четком зашла, и я просто повернулся на лавку, и вот так сделал, как будто я забил на Олимпиаде. А теперь, внимание, что сказал Олег Знарок Александру после такого празднования? Пишите ваш комментарий на официальном YouTube-канале Лиги под этим роликом, мы с Сашей выберем самый забавный, ну и отправим вам вот этот джерси с автографом игрока московского «Спартака». Пишите, и этот джерси окажется у вас. Долго ждал, чтобы снять маску и визер? Да, да, да. Для тебя это важно вообще? Вообще, я уже хотел, я вот, к примеру, у себя в городе родного в Орле, я летом, когда катался, там, было периодически, там, тренировки 3-4, визер специально надевал на шлем и катался, мне нравилось, но я переживал, что я долго буду привыкать. Ну, там, ребята постарше мне сказали, не парься, потому что это, само собой, там, день-два, и ты уже привыкнешь. Так и получилось. Уши? С ушами играешь? Нет, вообще, ну, это по возрасту просто мне положено. Тоже все хочешь снять? Да, у меня также здесь с Мюсон, да, мы бывают с ошейником моим. Ошейник здесь какой-то нашли, не знаю, как вообще самый ужасный. Ну, то есть, что он защищает? Да вообще, да. Тряпка. Да, да, и отсюда тоже мне сняли, что-то порвали, и все, бывает, подсмеиваются, что такой ошейник уродский возьми, какой-нибудь хороший, ну, получше купи, а я вон даже ленты мотаю, чтобы не отстегивалось. То есть, вообще, я не зациклюсь на форме, мне, в принципе, все равно, и я уже жду следующей сезону, чтобы снять это, и ошейник. Если была бы возможность и правила разрешали, ты снял бы визер? Да, я снял, да. Ну, не знаю, может, до первого раза бы. Ну, да, когда прилетит тебе. А так бы я снял. Мне прикольно так поиграть. Ну, Джейми Бенжи играл и играет. Да, Орайл играет. Вот, и то есть, мне как бы нравится, симпатически творится. Время объявить победителей конкурсов из предыдущих выпусков. Напомню, мы просили придумать, куда отправится Оливер Каски с выбитыми зубами. Выиграл Иван Невский с вариантом, что защитник положил их под подушку для зубной феи. Ну, и для Даррена Дитца вы придумывали образ на матч звезд. Здесь лучший вариант предложил Айбек. Инспектор Гаджет. Вот в кого надо нарядиться Даррену. Уважаемые победители, напишите мне в Телеграм, и я расскажу, как забрать ваши призы. Еще один момент, который примитивный к тебе часто возникает и в прессе, и вообще у болельщиков, что ты человек, который с руками любит обыгрывать. Вот у меня тебе такой вопрос. Расскажи, как ты выходишь из зоны? Всегда ли ты выходишь с ногами или через пас, например, как это происходит? Как ты решаешь, что в той или иной ситуации нужно действовать? Всегда по-разному. Бывает и в дальний борт, и в стекло. Стекло вообще это самый проверенный вариант. Вышло, и все. Подальше от ворот, без опасений. Это мне всегда говорят. Это после тех, когда у меня обрезали, грубо говоря, я обыгрываю себя в зоне за воротами. Ну, иногда проходило, больше, конечно, проходило, а когда один из пяти не пройдет, тебя, можно сказать, съедят вообще полностью, еще забьют, это вообще тебе конец, можно сказать. И всегда ты потом мандраж в тебя. А так, если есть возможность, выходишь с ногами, добежишь, подключаешься, очень хороший вариант. Если я передаю своему защитнику, он на борт, эта сторона освобождается, и ты подключаешься, тебе хоть нападающий может и забросить на борт, ты побежишь, можешь и в птичку получить. Давай покажем. То есть ты выходишь, например, отсюда, да? Ну, вот я передачу, например, даю, вот, отдал, ты отдаешь на борт. Туда? Да. Ага. И я бегу по этой стороне, и тут освобождается коридор. А, понял. И я уже? Да, и здесь я уже получаю, и могу и отдать, могу и сам побежать, побежать забросить. Расскажи про свое место в раздевалке. Оно у тебя всегда было здесь? Мы с ребятами слезы сели, потому что там спрячки, как бы, больше такая элита. Вот, мы здесь помоложе, кто... Около душа. Да, ну, хорошо, не около туалета. ВХЛ, ВХЛ, КХЛ, МХЛ. Мы вот здесь сидим, вот, в принципе, все на одном уровне. И что должно произойти, чтобы туда перехаться? Ну, зачем? Наоборот, пусть я здесь буду, как с начала до конца. Наоборот, прикольно. Я думаю, здесь мы не будем меняться. Все хорошие игроки, я думаю, оставят их на следующий сезон. И, надеюсь, меня тоже оставят. Посмотрим.